Эрл, это не обед, это мусор. Ты травишься прямо у нас на глазах. Я хотя бы не ем странный суп из водорослей и каких-то щупальцев. Забавный, душевный, искренний и эмоционально волнующий фильм «Я, Эрл и умирающая девушка» показывает, насколько естественно суждение и как мало мы на самом деле знаем о других. Не представляю, как можно всё это рассказать. Даже начать с чего не знаю. Главный герой и рассказчик Грег классифицирует своих одноклассников, относя их к разным группам. И Грег не хочет присоединяться ни одной из них, потому что не хочет никаких проблем. Он излагает свою философию в начале фильма, говоря «В типичной школьной жизни вы принадлежите к одной группе, но я думал, что нашёл выход получить признание в каждой из них. Поддерживайте сдержанные хорошие отношения со всеми так, чтобы это было незаметно для всех остальных». Его заявление показывает, что разделение других на разные группы типично, то есть естественно. Чтобы разделить своих одноклассников на эти группы, Грегу сначала пришлось их судить. А это нахождение конкретных, но очевидных характеристик в каждом человеке. «А ты сам в какой группе?» «А я не в какой группе. Просто я не могу принадлежать какой-нибудь нормальной группе». Эти классифицированные ученики не понимают, что он думает о них и какие чувства они вызывают у него. Они в свою очередь не обращают внимания на него. Отличный пример этому можно увидеть, когда Грег объясняет, что он чувствует, когда девушка Мэдисон прикасается к нему, чтобы привлечь его внимание. В фильме Мэдисон просто касается плеча, чтобы привлечь его внимание, и внезапно на экране появляется сцена, изображающая маленького бурундука в лесу. Вскоре появляется гигантский лось, топчущий маленького бурундука. На протяжении всей этой сцены Грег объясняет, «Горячие девчонки разрушают твою жизнь, это просто факт. Неважно, даже если это хороший человек, она лось, а ты бурундук. Она просто бродит по лесу, не обращая внимания, и даже не подозревает, что наступило тебе на голову». Это доказательство используется несколько раз на протяжении всего фильма в разных сценах, во время того, как лось топчет бурундука. В последний раз, когда показана данная сцена, Грег обвиняет Мэдисон в том, что она прикоснулась к нему. Она протягивает руку и касается его плеча. Он говорит ей, «Позволь мне спросить тебе кое о чем, что это? Ты просто проявляешь дружелюбие, или это какой-то расчетливый маневр, чтобы заставить меня делать все, что ты хочешь?» Эти сцены свидетельствуют о том, насколько мы не обращаем внимания на чувства других, и насколько это естественно. Она использовала этот же метод, чтобы привлечь его внимание на протяжении всех четырех лет обучения в старшей школе. И все же она так и не осознала, какие чувства он от этого испытывал. «Чего тебе, Мэдисон? Ты помрешь в одиночестве, парень!» «Пойдем со мной на бал. Я знаю, что вся эта история с фильмом далась тебе нелегко, и я чувствую себя немного виноватой. Поэтому я решила хоть как-то загладить свою вину». Чтобы показать не только то, как мы мало знаем о чувствах других, Грег разговаривает со своим учителем истории. Его учитель истории объясняет, как умер его отец, когда ему было 15. Он всегда считал своего отца придурком и никогда не видел в нем ничего хорошего. Учитель рассказывает историю о своем отце и о том, как он улучшил наизусть все европейские поп-песни с 70-х годов, чтобы завевать расположение девушек в баре. Из этого опыта учитель узнал, что вы можете продолжать узнавать о людях даже после их смерти. «Мы не знаем многих историй о наших друзьях или даже семье». Девиз учителя с уважением к знаниям. Этот девиз объясняет стремление учителя знать больше, потому что в последний раз, когда он сделал предположение об отце, он позже понял, что его суждение было ошибочным. «Это был единственный вменяемый взрослый во всей школе». «Пока, дикари». «К знаниям с уважением». Помимо своего учительня, Грег также изучает философию у своего отца. Отец Грега – профессор, пишущий книги по истории. Он изучает другие культуры. Благодаря его постоянному изучению культуры, мы можем подумать, что он учит нас судить людей как целевую группу, изучать мир и навешивать на всех жилыки, решать за них, кто они и что им нравится. Напротив, отец Грега занимается настоящими исследованиями. Чтобы узнать больше об истории и людях, которые ее создали. Он знает, что для них есть нечто большее, чем просто еда, которую они едят, и место, где они живут. «А вы знаете, что можно выкурить шаршния, как сигару?» Ярким примером незнания того, кто кем является, это суждение о Райчел, сделанное Грегом и Эрлом. В первом видео одноклассники желают ей удачи. Большинству учеников говорят что-то вроде «Так здорово, что твой парень делает это для тебя. Видимо, он действительно тебя любит». «Это не ее парень». «Вот как?» «Я знаю, что ты еврейка, но знай, что Бог помнит про тебя». «Мне кажется, ты классная девчонка. Да, мы с тобой не общались, но у тебя много друзей. И из всех, кто учится в этой школе, ты среди тех, кто мне нравится». «Я думаю, ты справишься. У тебя получится. Ты сможешь». «Ты поправишься. Ты сможешь. Обязательно. Черт». Люди быстро делали предположения, складывая воедино совпадающие фрагменты. После смерти Райчел, Грег узнает о ней гораздо больше, обнаружив, что она не просто скучная еврейская девочка из-под группы 2А. Даже после 209 дней, которые он провел с ней. На похоронах Райчела ее мать дает Грегу каталог колледжа, который он ранее подарил ей. Он идет в комнату Райчела, в которой провел так много дней, разговаривая с ней, и внутри книг он находит нечто удивительное. Она аккуратно разрезала страницы, создав внутри книг трехмерное произведение искусства. Грег просматривает другие ее книги и обнаруживает, что она сделала то же самое со многими из своих книг. В каждой книге своя сцена внутри. Сцена, которую Грег нашел в каталоге колледжа, изображала его, Эрла и Райчел, поедающих мороженое. Это символизирует, что у каждого есть внутренняя часть книги. Они намного больше, чем то, как их называют на обложках. Несмотря на то, что Грег познакомился с Райчел, ему все еще не хватало многих подробностей о ней, о том, что на самом деле было в ее книге, кем она была на самом деле. То же самое с учителем и его отцом, Мэдисон, и с самим Грегом. Иногда нам кажется, что мы знаем, кто есть кто, но нам нужно копнуть глубже, чтобы по-настоящему понять его. Даже после того, как Грег узнает больше о Райчел, просматривая ее вещи и слушая истории о ней на ее похоронах, он так и не видит лестницу, которую она нарисовала на своем окне. Лестница, по которой он поднимался каждый день, подходя к ее окну. Он никогда этого не видел, показывая, что даже после того, как мы начинаем узнавать о ком-то больше, есть вещи, которые мы, возможно, никогда не узнаем. Мы можем навешивать на них ярлыки, но то, кем они являются на самом деле, выходит далеко за рамки этих ярлыков. Сцена из фильма дает множество примеров суждений, но даже главные герои представляют собой стереотипы. Три главных героя представляют собой три разных стереотипа. Белый и социально неуклюжий ботан Грег, бедный чернокожий подросток Эрл и юрейка Райчел. Эти трое друзей представляют стереотипы, распространенные в мире. Родители Грега всегда беспокоятся о нем, потому что думают, что он неуклюжий и не может справиться с реальным миром. Одна сцена, которая хорошо показывает это, это когда его мать говорит ему, что у Райчел рак. В то время он почти не знал Райчел. Это показывает, что для них другие люди не безразличны. И тот факт, что его мать заставляет его пойти и поговорить с ней, не из-за Райчел, а потому, что она хочет, чтобы он был общительным и добрым. Она пытается преподать ему жизненный урок. В отличие от Грега, родители Эрла так и не были показаны, но несколько раз показаны его дом и брат. Он живет не в лучшем районе города, а его брат – гангстер с огромным питбуллем. Эрл также ругается больше, чем кто-либо другой в фильме, из-за чего он кажется необразованным, бессердечным и сквернословящим подростком из гетто. Что это за хрень? Вкус, как у собачьего дерьма. За объединенным столом Рэйчел мало друзей, что свидетельствует о том, что она не популярна и, как говорит Грег, скучная. Эти изображения главных героев стереотипично относят их к разным категориям. На протяжении всего фильма начинаешь понимать, что они не те, кем их представляют по стереотипам. Грег, у которого, кажется, нет талантов, создает потрясающий фильм для своей подруги Рэйчел. У Эрла есть очень трогательная сцена, где он выражает Рэйчелу свои чувства дружбы. Ты была такой терпеливой, ты была... ты просто фантастика. Знаешь, если бы у меня был рак, я бы так расстроился, разозрелся. Я бы все время с кем-нибудь дрался. Я просто восхищаюсь, как ты все это вытерпела. Ты сделала меня счастливым. И Рэйчел, на похоронах которой действительно было много людей, показывая, что ее школьная жизнь не единственная. В нее были другие друзья и члены семьи, которые заботились о ней. И самое главное, это то, что по итогу Рэйчел меняет Грега. Он перестает фокусироваться на себе, чтобы познавать жизнь, не подавая застенчивости подростка. Когда человек способен воспринимать жизнь таким образом, он начинает жить полной жизнью и достигает самореализации. В фильме самореализация концептуализируется через осязаемые события, вызывающие изменения главного героя. Грег начинает историю как подросток, который изо всех сил пытается разобраться в своей личности, и его самореализация и самосознание пресекает из его дружбы с Рэйчел. Смерть конкретно и ее реалистичное послание заставляет Грега задуматься и отказаться от своего юношеского максимализма. Уважаемая приемная комиссия Университета Питтсбурга, я пишу вам от имени человека, который отдал мне полгода своей жизни, как раз тогда, когда я оказалась в самой сложной жизненной ситуации. Он очень невысокого мнения о себе, поэтому я посчитала нужным, чтобы вы узнали о нем от того, кто может видеть его со стороны. Это бесконечно милый, добрый, щедрый и бескорыстный человек, даже если он сам это отрицает. Его неуспеваемость в этом году является следствием того, что все свое время он проводил со мной, хотя для него это было непросто. Вы можете спросить его об этом, но, скорее всего, его заниженное самомнение не позволит ему сказать правду. Никому, кроме него, не удавалось заставить меня улыбаться так часто, и никому уже не удастся.